Приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня пришла мне долгожданная посылка из Китая. Почему долгожданная, сейчас расскажу. Хотя срок прошел со временем заказа 23 дня, отправил продавец посылку сразу же на следующий день после заказа. Отправлена была почтой Эстонии. И за 22 дня она пришла ко мне. Почему долгожданная, те кто смотрел ранее мои видео по рыбалке, поймут. Когда я разлавливал свой новый спиннинг от Сальмаджик, данный воблерок, крэнк, данной расцветки, очень отлично разловился. На него было словлено три щуки у меня. И успешно отсажен и оставлен в водоеме. Мне очень было жалко. Действительно хороший оказался уловистый крэнк. Но один был такой расцветки и один серебряный. Хотел сразу заказать много, но решил заказать три данного цвета воблера. И попробовал и заказал один крэнк расцветки Натурал под окунька. Цена данных крэнков 96 центов. Кому интересно, ссылки будут в описании под видео. Довольно достойно смотрятся. Как видите, внутри шарики. Пластик прозрачный. Шумит неплохо. Крючочки, тройники мне понравились. Довольно острые. Хорошо засекают щуку. И почти во всех трех поклёвках щука была засечена на два тройника. Кому интересно это видео, тоже оставлю в описании под видео. Не знаю, коллеги, может данная расцветка воблера хорошо отработала именно на том водоеме, где я ловлю. Так как на тех выходных заказал вот такого маленького крэнка. И данная расцветка тоже принесла мне одну щучку небольшого шнурка. Пробовал ловить на воблеры с другими расцветками. Как бы удары были, но больше я ничего не споймал. Может данная расцветка именно работает там. Что думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Буду рад почитать и послушать мнение профессиональных спиннингистов. Сейчас попробуем взвесить воблеры. Посмотрим, отличаются ли они от того, что писал в описании продавец. 7,50. Первый воблер. Второй воблер. 7,47. Может за счет того, что тройник уперся. 7,47. Воблер с данной расцветкой. 7,48. В принципе, у продавца заявлен вес 9 грамм и 5,5 сантиметров. Цена 0,92 цента. На самом деле они 7,50. Ну, не критично. Расстояние от кончика лопатки до хвостика 5,5 сантиметров. Как написано в описании. Вот, друзья, такие воблеры выполнены довольно неплохо. Сейчас покажу их на макросъемке вблизи. Посмотрите. Сцепились. Петельки все-таки советую немного проклеить. Этот воблер у меня хорошо отловил, а синенький немножко пил воду. Я его после этого просушил. А пить воду он у меня стал давнее. С серебристого сход был щуки. Примерно килограмма на три. И после этого он стал пить воду. Видно, что-то повредило в петлях. Но все равно на всякий случай я его проклею. Хорошо выполнены 3D-глазки. Имитация чешуи. довольно крепкая лопатка. И острые тройники. Спасибо, друзья, за просмотр. Буду рад, если обзор кому-то поможет с выбором, кому-то будет полезным. Всех благ вам, вашим близким, ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова